Депутаты городской думы проверили доступность для маломобильных граждан с самых популярных учреждений культуры. Совместно с представителями общественного совета по инклюзии парламентарии посетили Центральную городскую библиотеку имени Крупской, Музей Ильдара Рязанова и Детскую картинную галерею. Какие замечания возникли в ходе комитета и как их исправят, узнал Михаил Ермоленко. Инклюзивность один из показателей комфортной городской среды. Большинство культурных учреждений Самары отвечают требованиям доступности для маломобильных граждан, но иногда есть и замечания. Неудобно расположен звонок для вызова персонала, где-то стойка администратора слишком высока, недочеты должны решаться еще в начале строительства или ремонта. На этапе подготовки проектной документации это должно все обсуждаться с общественными организациями, с органами социальной защиты. После капитального ремонта объект должен быть 100% доступен для всех категорий граждан. Депутаты городской думы и общественники посетили Центральную городскую библиотеку имени Крупской, музей Эльдара Рязанова и Детскую картинную галерею. Отметили не только минусы, но и плюсы доступности. Практически везде есть условия для маломобильных граждан. Советы по инклюзии – это помощь властям и коммерческим организациям, а в первую очередь людям с инвалидностью, те бюджетные средства, которые тратятся на реконструкцию, на ремонт, на капитальный ремонт, чтобы были потрачены, что значит с умом. Во время таких встреч аккумулируются все замечания, и в будущем компетентные органы постараются исправить недочеты. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Пользуюсь.